Магазины шаговой доступности, те, что пользуются наибольшей популярностью у горожан и куда обычно приходят за товарами первой необходимости. Именно такие объекты в Жабинке решили посетить парламентарий и изучить ценники товаров. Яблоки белорусские? Яблоки белорусские по 2,20, но, к сожалению, с трудом мы их находим. А откуда поставка идет? Из Остромящего в Жабинку? Да, да, да. То есть Жабинка любит островичевские яблоки? Ну, можно так сказать. Я тоже люблю островичевские яблоки. А вот на яблоки импортные цена уже совершенно другая – более 4 рублей за килограмм. Мы спросили мнение покупателей об изменении цен. Некоторые отметили повышение на отдельной категории товаров. Но при этом общего резкого скачка не заметили. На основе вроде те самые цены. Немножко помидоры, ну типа овощи свежие. А так вроде все. То, что на помидорах я заметил больше, на чем я не заметил. Цены изменились. Разные как бы цены. Как бы в разном магазине по-разному цены как бы. А вот вы чаще всего что приобретаете? Ну вот такие вот товары? Кодовые товары. Хлеб, молоко, колбасу. Как-то изменилась цена? Ну, ненамного. Вы обратили внимание на то, что на сахар цены поднялись в последнее время? Конечно. И сильно поднялись. Как пенсионеру это накладно. А заметили ли вы, может быть, какие-то товары пропали с колок за последнее время или нет? Да нет. Вроде все есть. Отсутствие дефицита работники торговли объясняют преимущественным наполнением товарами именно отечественного производства. К примеру, в этих объектах доля того, что сделано в Беларуси, более 80%. Подтверждают, что действительно на некоторые товары цены повысились. В первую очередь это касается импорта. На социально значимые товары цены сдерживаются. Если и есть некоторое повышение, оно преимущественно связано с удорожанием еще в прошлом году. В эти месяцы стоимость держится. Даже на некоторой позиции она становится буквально на копейку-две, может быть, даже и меньше. Конечно, есть рост цен на овощную продукцию. То есть те, которые цены не сдерживаются, они на социально значимые. Поэтому, конечно, на некоторые продукты есть удорожание. При этом, отметила депутат, отрадно, что на полках жабенковских магазинов представлена продукция местного производства. Наш жабенковский сахар, наш компикормовый завод, корма для животных представлены в широком ассортименте. И, конечно же, хлеб, который выпекают здесь в жабенке. Здесь производится, здесь люди вкладывают свой труд, и они же покупают эту продукцию в своих же магазинах. После непосредственно мониторинга и ознакомления с изменением цен в случае выявления значительного удорожания товара, сведения передаются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Да, цены, они меняются на товары, но относительно незначительно. Ну, наверное, исключение, вот это было только, что поменялась цена на сахар. Довольно значительно, но это было, я так понимаю, в рамках защиты нашего рынка. Было сделано, это было сделано в согласии правительства. Сегодня у нас нет какого-то ажиотажного спроса на какие-то определенные товары. Сегодня наличие товаров первой необходимости в наших магазинах, оно есть достаточно. И, по крайней мере, сегодня со стороны людей каких-то нареканий на какое-то отсутствие товаров сегодня нет. Мониторинг цен для парламентария в Беларуси мероприятие регулярное и уже традиционное. На протяжении последних полутора лет проводится ежемесячно. Вероника Яковец, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».